Ребят, концерт по вашим заявкам. Ребят, всем доброе утро. Мы проснулись в Лос-Анджелесе. Хотя мы там засыпали. Вот, у нас отличное настроение. Смотрите, что у нас сегодня будет на завтрак. Свежие персики. Также ягоды шелковицы. Ее только надо там искать. Вот она черненькая. Гриша тоже с нами завтракать сегодня будет. Да, Кэс? Гриша. Да. Знаете, почему он сюда пришел? Потому что тут на дереве тут растут финики или как там фигень. И вот там, смотрите, белка тоже сидит, завтракает. Тоже позавтракать пришла. И ворует отсюда фрукты. Покажите мне. Вон она, нифига она толстая. Вообще, вы ее раскормили. А, это, ребята, ты инжир, я перепутал. Она, смотрите, сорвала инжир и сидит, его ест. Где она? Она уронила. Что она ела? Инжир. Съела инжир. Она тут все у них уже съела. Убежала куда-то. Охота на апельсин. Точно? Да, да. Там вон еще один желтый огромный. Если сможешь достать его, было бы хорошо. Апельсин. С дерева. С дерева апельсин калифорнийский. Доброе утро. Всем доброе утро. Мы сейчас будем завтракать. Смотрите, у нас что тут? Хлопья, печенюшки. Леш, ты видишь, как подготовился этот американский насквик? Да. А еще у нас, смотрите, чай с мятой. Мята, между прочим, с огорода. Хочу пособирать сейчас ягодку вот эту. Вкусняшка растет. О, это мое очень много. Ягодка. Надо выбрать персик. Я не знаю, как их выбирать. Ааа, сейчас упадет. Посмотрите на этого кота, он просто лежит в пакет. Что ты делаешь? Причем там были не продукты, а просто вещи какие-то. О, боже, котейка, что с тобой? Он просто раз, кажется, у нас лежал в багаже, да? И салон. У него какая-то мания к пакетам. Он схватил его. Мы убираем, он все равно за ним гоняется. Капец. Отдай. Хочешь пакет? Ребят, мы переоделись все в черное. Не в роли костей, а в роли фотографов. Как вы знаете, Леша профессиональный фотограф. Он снимает свадьбы здесь, в Лос-Анджелесе. Я, на самом деле, очень давно хотела заняться фотографией. И, я не знаю, на протяжении уже очень много лет я просто снимаю друзей. И, ну, просто занимаюсь этим как бы непрофессионально, но мне очень это нравится делать. И Леша позвал нас на свадьбу, чтобы как бы нам поучиться, посмотреть именно как этот процесс проходит изнутри. В общем, показать нам мастер-класс. Мы, конечно же, с удовольствием согласились. И вот сейчас едем и будем снимать. Здесь, как бы, тоже, вот он, Лешка даже мне дал Canon Mark III. Очень крутая камера. Я прям ее держу в руках и такая, а-а-а-а-а. И мы все в черном, потому что такой, как бы, дресс-код вот именно у Лешиной компании, чтобы люди, как бы, ну, фотографы не выделялись именно в кадре, чтобы их не было прям вот как бы сильно заметно. Мне кажется, это прям очень круто. Вот эти деревья очень красивые. Они уже почти отцвели с фиолетовыми цветочками. Называется Жакаранда. Вообще, нам целый час ехать до места, где будет свадьба. И так интересно ездить по новым районам, смотреть вокруг. Да? Сегодня такое небо красивое. О, мы приезжаем к океану. Крутяк. Мы приехали в церковь, она находится в Паулос Вердес, прямо на океане. О, он сзади меня. Так, далеко. Здесь так красиво. Здесь так пахнет. Свежоток. Погода просто шик. Да. Так, и смотрите еще, смотрите, сколько гостей здесь много. Куда нам идти, ты знаешь, Кис? Пойдем туда. Не знаю, куда идти, потому что Леша, ну, как бы раньше приехал. Но это главный вход, как я понимаю. Сейчас знаешь, что там все ждут невесту, и мы таки с тобой заходим. Нет, церемония попозже начинается, по 4. Ну, смотри, лимузин уже здесь, и невеста вон. Да, вот и невеста. А где Леша, мне интересно. Так, выглядит зал. Нам рассказал координатор время, во сколько и что, где начнется, как перемещаться. Мы спросили, откуда можно, где снимать, и все такое. И сейчас Леша ходит, раздает инструкции, где, откуда снимать, во сколько, и зачем, и когда. Да, и кто чем будет заниматься, во сколько. Вот, здесь 2 видеографа будут, и 3 фотографа, включая Катю, и я просто так буду ходить с камерой. Ну, да, я потом буду стоять вот эту камеру, держать, чтобы она снимала жениха и невесту. Паша. Катя фотограф, веди невеста в окошке. Ребята просто вчетвером окружили невесту, и ходят ее фотографировать, снимают на видео. А я, у меня до камеры нету, я как дурак, хочу назад, вперед, делаю вид, что я тоже чем-то занят. А я не знаю, чем заняться, я же не буду на эту камеру делать, потому что снимаю, а что за бред. Лешка запустил дрон, и когда все его увидели, такие, вау, вау, как круто, у нас будут кадры с воздуха. Леша дал мне вот такой ремень, я теперь себя чувствую просто профессионально. Блин, тут все черные, и даже не видно ремня-то его. Блин, тут все черные, и все черные. Вот и приехал жених, все вокруг него столпились и снимают. Мы перебрались на улицу, и там идет фотосессия, все фотографируются, общаются. Мы тут косим, я видеооператор, Катя фотограф. Просто сейчас сфотографируют всех родственников. То есть, представляете, надо сделать фотки сначала с мамой, папой, с бабушкой, дедушкой. Ну, в общем, их тут много. Там прям список по списку вызывают. Да, они по списку вызывают. Потом будут делать фотки именно женихом и невестой. Сейчас будет запускаться дрон. Там ходит координатор, девушка, и говорит всем, приказывает, что делать. Когда люди видят дрон, это просто восторг у них. Да, когда он взлетает, все сразу... Да, смотри, машет. Столько аппаратуры, дрон, какой-то ящик, моноподы, камеры, 14 тысяч камер, тут 360 камера. Вот, 24 объектива, там еще и свет. А, да, кстати, вон, на канале есть видео. Все показывают там, все объективы, все рассказывают. Сейчас Леша и остальные фотографы, видеографы поедут в ресторан. Дальше их там снимать, банкет туда-сюда. Там банкет, может, что-то там будет. Там будет, да, напитки, там закуски какие-то. А мы поедем дальше. К гости! К гости к другим ребятам. Ну, вы сейчас там все увидите. Мне очень понравилось на свадьбе фоткать вообще прям... Ну, я не знаю, мне прям очень понравилось. Все, я хочу тоже фотографировать. Как тебе понравилось? Прям очень! Очень! Сейчас мы едем в другой город, называется он Ирвайн. Нам ехать час, то есть это где-то 2 часа от Лос-Анджелеса. С Лешей мы увидимся, скорее всего, через пару дней. А сейчас мы едем к ребятам, к Стасе и Диме. Они тоже ютуберы. Они тоже снимают влоги, разные видео из путешествий. Вот они тоже путешественники, как и мы. В общем, мы их еще не знаем, будем знакомиться. Нам очень интересно. Ну, все, мы добрались до ребят, нам выделили отдельную комнату. Мы будем сегодня спать на вот таком матрасике. И пойдемте, я вам быстренько покажу небольшую экскурсию. Ты познакомишься с ребятами. А, точно. Так, это наш туалет, ничего интересного. Это их спальня. Это зал. Это, собственно, ребята. Стася и Дима, знакомьтесь. Вот. И тут столовая. А можно музыку выключить? Нас не пропустят на ютуб. Можно. Вы что, сами ютуберы и не знаете, что ли? Мы тут поснимали или что-то. Это зал, телевизор, кухня. Квартира, конечно, вообще шикарная. Здесь балкон. А это, смотрите, кто здесь сидит. Это Киту. Это его имя такое. Котик Киту. Какой мой сладкий. Нас везде коты окружают. И вот мы сейчас пойдем вниз делать барбекю. Там барбекюшница, бассейн. Такая территория прикольненькая. Там уже заняли нашу барбекюшницу. Пролик, ролик. Ребята очень качественно подготовились. И посмотрите, что мы сегодня будем жарить. Помидорку. Как это? Кукурузу. Тут всякие штучки. Вода, сосисочки. Да. И вы посмотрите сюда. Тут прям шашлычки такие. Форелька. Персик просто вкусный будет сейчас. Так вкусно пахнет. Вы знали, какие мы голодные. Вот так прям целые помидорки жарятся. Я руки погрею. На улице вы просто 20 градусов. И я замерзаю. Уф, какая вкусняшка. Я чувствую, предчувствую. В общем, мы садимся кушать. Ребята еще готовят. Дима меня спрашивал, какое вы мясо выйдете. Я сказал, все. И они просто купили все мясо, которое есть. И говядину, и курицу, и рыбу, и баранину. Тут как бы все есть. Киту, пока. Хорошо. Смотри, смотри, он такой, что? Пожалуйста, не закрывайте меня. Че, он побежал? Ладно, домой? Конечно, ему пофиг вообще. Ты мой сладкий. Иди домой. Ну-ка, быстро. Так, вот АМ, да? АМ, да, наверное. Ребят, концерт по вашим заявкам. Белый снег, серый лед, на расстрелках шестьдесят. Помидорами тебя закидаю сейчас. Че? Раз. Вот это, знаешь? У нас тут концерт по заявкам. Нифига. В общем, мне нравится уже. Рюмка водки на столе. Посмотри. Приходи ко мне, выпьем. Бонечки. Любую фразу, любое слово. Окей, вешалка. Вешалка. Вешалка сидит на лампе, он там. А на ней висит рубашка в клеточку. Вообще шик. Это правда. Спою ее вам я. Под странную музыку. Ребят, ставим все Диме лайкосики. Смотрите, тут какая вкусняшечка. Тортики. Так, ну вот это точно шоколадный. Это, наверное, малина. Малина. Я угадала. Вкусняшечки. Сейчас будем пить чай. Мы попили чаек и все такие с полными животами сели смотреть. Самый лучший канал на ютубе, ребят. Ленивые путешественники. Это канал Димы и Стаси. И у них очень крутые видео с их путешествий. И всего такого из Америки. И не только Америки. Ну, ходят слухи, что Кейси учился у тебя, да, снимать? Да, он поднял. И у нас был private session. Мы поиграли на басу и на гитаре. А потом я ему показал, как снимать видео. То-то он поднялся, да, сразу? Ну, не знаю. Я уже как бы не смотрю его, потому что это не мой. Шутки в сторону, но ребята очень классно снимают. Мы вот сейчас сидим, смотрим. И музычка, и кадры там так все сменяется. Ну да, прям видно, что они прям очень сильно стараются. Прям вообще заморачиваются. Да, и давайте поддержим ребят. И подпишемся к ним на канал. И напишем всем привет от Skatey Family. У них под видео. Ссылочка в описании. Смотрите, кто у нас лежит. Киту. Киту, привет. Он сам к нам пришел, не поверите. Он сейчас уйдет, мне кажется. Все, не снимай меня, говорит. Мы уже попили чай. Сидим, смотрим YouTube. И уже, наверное, пойдем скоро спать. Поэтому всем спасибо, что досмотрели сегодняшний вложик. Завтра еще будет интересней. Ну и все, всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok